Да уж, все чаще технические новинки помогают в поимке преступников взять хотя бы нашу систему «Безопасный город». О да. Ну и как выясняется, помогают в работе социальные сети. Неспроста же тюменские стражи порядка завели аккаунт в Инстаграм. И не только они, свои аккаунты есть у МЧС и у ГИБДД. Зачем людям в погонах виртуальная реальность, выяснила Анастасия Макеева. Помашите, вас снимают! Пожарный по профессии, фотограф в душе. Пока слушатели учебного центра МЧС изучают спецтехнику, Константин Симонов постит фото в Инстаграм и Твиттер. В его подписчиках почти 700 человек. Своих читателей он заводит в самое пекло событий. Если на пожаре ограничивают зону, где происходит тушение, я могу непосредственно зайти в любом месте, грубо говоря, сфотографировать. Под ником Симонов112 типичные пожарные размещают и фото личного характера. Но трудовые будни по традиции собирают больше лайков. Герои! Ого, вы умотались, похоже. Умотались настолько, что промокли от пота насквозь, до последней нитки. Жесть! Наблюдать за работой пожарных можно и из официального аккаунта в Твиттере. Тюменские полицейские пошли еще дальше. Мы выпустили брошюру, памятку по противодействию мобильному мошенничеству. Надо это отразить также в Инстаграм. Страница в Инстаграм у стражи правопорядка появилась в ноябре прошлого года. Еще раньше полицейские завели свой канал в Ютубе, странички в Твиттере и ВКонтакте. Главное преимущество соцсетей – обширная аудитория и оперативность. Минута и вот сводка с выходных уже доступна пяти тысячам подписчиков. Я не могу точно и наверняка говорить о том, что вот с помощью Инстаграм, к примеру, раскрыли какое-то преступление, но однако повышение информированности населения о том, что, например, разыскивается тот или иной человек, или, например, раскрыто какое-то преступление, также по количеству лайков мы можем определить, что вот это количество, оно увидело, оно информировано, оно готово помочь нам. По достоинству оценили соцсети в областной госавтоинспекции. Почти две с половиной тысячи человек ежедневно не только просматривают ленту новостей ГИБДД, но и помогают в поимке нерадивых водителей. Были, да, случаи у нас были, что именно после публикации таких вот материалов по розыску люди звонили, сообщали, писали, что видели автомобили, либо сообщали какую-то информацию. В планах ГИБДД расширить интернет-аудиторию, ведь социальные сети уже давно не модный тренд. Анастасия Макеева, Леонид Ализаревич, Тюменское время.